Дорогие! Сегодня будем готовить гуся! Доброе утро, добрый день, добрый вечер или, как у нас, доброй ночи! Дети легли спать, на кухне появилась кулинарная мафия. Сегодня на канале будем готовить дичь! Дичь! Посмотрите на этого красавца! Этот гусь весит порядка 6,5 кг. Увидев эту птицу, можно просто испугаться, решив, что возни с ним будет много. А нет, все на самом деле элементарно. Что нам потребуется для того, чтобы запечь этого красавца? Гусь, соль, яблоки. Если хотите, можете добавить к этим трюм ингредиентам еще один. Тмин. Я тмин не люблю, не приношу на дух. Если где-то он мне попадает, я начинаю его вот так вот брезгливо выковыривать. Я его добавлять не буду. Вы можете вместе с солью добавить к нему тмин. Яблоки можете смело, например, заменить на айву. Это тоже придаст нашему гусю нереальный аромат. Что нам потребуется? Что мы будем делать сейчас, в ночи, можно сказать? Просто будем его солить. Не слишком много, и не надо его массировать. Просто посыпаем. Мы не хотим травмировать кожу. Далее обильно посолить нашего гуся со всех сторон и внутри тоже. Наш гусь окутан солью. И теперь оставим его в покое на 12 часов. Пожалуйста, это архиважный момент. Не 2 часа, не 4 часа. Прямо 12. Я его беру в холодильник на ночь и даже прикасаться к нему не буду. Прямо вот пусть тусуется там. Гусь отдыхает. Я тоже пошла спать. Увидимся завтра. Ну что, посмотрите. Видите какие-нибудь изменения? Нет. Потому что их нет. Гусь просто протусил 12 часов в соли. Глобально ничего не изменилось. Но поверьте мне, на саму готовку и на вкус гуся это очень повлияет. Что будем делать теперь? Яблоки туда. Кожу. И зубочистками вот так вот ее скрепляем. Для чего мне нужна вода? Водичку я собираюсь налить в поддон. Для того, чтобы а. В духовке всегда была влажность. И б. Весь жир, который будет стекать с гуся, будет уходить вниз. Чтобы он тупо не прилип к поддону. И имейте в виду, на основании вот все, что будет плавать по итогу в поддоне, мы сделаем обалденную подливу. В полнгийске это называется gravy. Я думаю, что мы этого красавца будем готовить не меньше трех, трех с половиной, может быть, четырех часов. Зачем мы будем следить? Во время готовки, в процессе готовки, когда гусь будет уменьшаться в объемах, будет оголяться кость. Как только вы увидите, что кость оголилась, тут надо присматриваться гусем как следует. Ну что, приступим уже к делу. Берем самое маленькое яблоко и вовнутрь. Пэм. И пропихивайте в самый конец. Теперь наша задача стянуть вот эту кожу. И мы сейчас прямо здесь, с зубочистками, ее максимально закроем и зафиксируем. Беру сразу несколько зубочисток. Кожа очень толстая, поэтому протыкать будем прямо с усилием. Раз. И два. Этого более чем достаточно. Теперь берем воду, наливаем поддон. Не надо наливать много воды, вам просто нужно, чтобы слегка прикрывало дно. Видите, я даже использовала буквально полстаканчика. Ну что, пошли к духовке. Другие, на что я хочу обратить ваше внимание. Поддон с водой стоит уровнем ниже. Гусь лежит на решетке выше. Для чего мы это делаем? Во-первых, когда будет стекать жир, мы же не знаем, какой у вас гусь. Если его будет слишком много, вы всегда можете поддон достать и жир отсюда немножко слить, если вы понимаете, что он сейчас начнет перетекать. Второй момент. Очень часто гусяль и другую дичь готовят в конверте. Все это плавает, собственно, на соку. Низ получается такой влажный, мокрый. Здесь возу будет циркулировать вокруг всей птицы, даже снизу, поскольку он ни на чем не лежит. Ну что, закрываем духовку, отправляем гуся. Я поставлю на таймер 4 часа, вернемся к нему через 3. Большая просьба. Не открывайте гуся до этого. Надо подглядывать, протыкать его, прокалывать, ничем смазывать. Оставьте его в покое. Посмотрите на него. Его высочество гусь. Он уже покрылся обалденной, хрустящей, румяной корочкой. Он заметно уменьшился в объемах. Жир весь уходит в поддон. Яблоки уже пропеклись. Видите, как оголяется кость. Это то, о чем я вам говорила. Гусь уже скоро будет готов, но еще минут 40 ему точно потребуется. Пока он будет доделываться в духовке, я хочу слить весь тот жир, который уже накапал в поддон, сделать наш соус, нашу подливу. Я сейчас еще вот что-то сделаю. Возьму бечевку и немножко перемотаю ноги, потому что они разъехались, и он уже с трудом умещается в духовке. Все, что было в поддоне, я слила в кастрюле. Как вы видите, все чудеснейшим образом расслоилось. Сверху просто тонна жира, и внизу все, что чуть более густое. Нам в таком объеме все это не нужно, поэтому половину в верхней части, прозрачной, самой жидкой, я сейчас солью. А что нам потребуется из ингредиентов для подливы? У меня здесь различные травы, чабрец, он же тимьян, у меня здесь майоран, розмарин, чеснок, прям в шелухе. В морозилке я обнаружила у себя из ягод, похоже на черную смородину. Обязательно красное вино, у меня какое-то кьянти, и бальзамический уксус. Если у вас есть более густой, отлично. У меня сейчас не самый густой, но вот такой. Гусиный жир не выливайте, а перелейте в другую форму. Он нам еще пригодится. Если не сегодня, то в другой раз, потому что готовить на нем очень вкусно. Представляете, что такое картофель, запеченный вот в этом жире? Просто фантастика. Я думаю, что этого будет достаточно. То, что у нас осталось в этой кастрюле, мы сейчас доведем до кипения. Посмотрите, как красиво все это выглядит, просто как брулящая лава. Как только появились первые пузырики, давайте добавлять чеснок, прям с шелухой. Добавим чабрец. Я добавлю одну ветку розмарина. Я добавлю вино. Бальзамический уксус. И, конечно же, ягодки. Вместо смородины можете смело положить клюкву или бруснику. Как только все эти чутица закипят, мы убавим огонь и будем ждать, пока вся лишняя жидкость выпарится и наш соус заметно загустеет. Выпаривать бульон будем на среднем, даже малом огне. Если переборщить с огнем, все может сгореть и наша подлива испортится. У меня на плите есть 9 отделений. Я буду ставить на пятерку. Изредка будем его помешивать. Но вообще оставим минут на 10-15. Соус наш выпаривается на плите. Гусь доделывается в духовке. Ему осталось примерно 30 минут. Я сейчас хочу покидать в поддон небольшое количество овощей. Морковь я прям брошу вот в таком виде. Картофель, батат и лук я хочу порезать дольками. И будет отличный гарнир. Прошло положенное время. Итак, что я делаю? Не открывая духовку, я увеличиваю температуру до 220 градусов и выставляю еще 15 минут. Это позволит нашему гусю покрыться обалденной хрустящей корочкой, хотя посмотрите на него, он и сейчас вполне себе хорош. А я пойду проверю наш соус. Духовка пищит вновь. Гусь готов. Давайте на него посмотрим. Посмотрите, какая красота. Гусь готов, овощи готовы. Я сейчас гуся переложу на форму, накрою его фольгой. Мясо никогда не разрезайте, как только вы его достали из духовки. Оно должно немножко отдохнуть, чтобы все соки распределились. Если тут же его разрезать, соки вытекут, и мясо может стать сухим. Соус наш готов. Теперь осталось его только процедить. Я добавила еще одну столовую ложку кокосового сахара. Если кто-то хочет, чтобы соус был погуще, можете добавить немножко муки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!